Моя Родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка... Ну а что делать? Там хоть сколько-то зрителей, сотня, две, три... Так, заканчиваю разговор, наверное, последний раз, будем говорить про груши... Значит, смотрим сюда... Одно из моих деревьев, которые должны были стать образцовыми... Здесь было 5 сортов, 5 веток, отселела одна, вот она... Вот эти остальные, смотрите, видите, одна, две, три, четыре... Может вам плохо видно, а может хорошо видно... Вон пенёчки, пенёчки, пенёчки... Вот, они рухнули, урожай был дикий и неимоверный... И что получилось? Вот, все четыре пришлось отпилить... И... Они как птица Феникс... Давайте смотреть, что осталось... Ну, понятно, что... Уронишка и закончилась... Вон тут... Старцы я сейчас покажу... Это... Все плохо... Вот, осталось... Немножко вот это, неизвестный сорт... Она довольно поздняя... Вот она... Ну, ладно, бог с ней... Вот, она еще и маловырожайна... Урожайные закончились, но... Осталось вот это чудо... Вот... Смоленская крупная называется... Хочу, чтобы вы ее разглядели и никогда... Увидя ее на картинках... А на многих сайтах... Вы никогда ее не покупали... Воронежская крупная... Она абсолютно несъедобная... Вот... Видите... Я когда прохожу мимо... Я вот так делаю... Почему? Раздавливаю... Почему? Потому что вы... Гости многочисленные... Нет... Зря я сказал многочисленные... Малочисленные... К сожалению... Не думали ее пробовать... А то разнесут славу... Вот... Ну... Осталось еще... Где-то... Она раньше закончилась... Воронежская... Вот она... Обыкновенная... Стандартная... Как бы сказать... Это классическая груша... Очень вкусная... Вот... Даже сейчас... Нет... Не вкусная... Очень вкусная... Посмотрели... Вот... Сейчас я... Почему раньше не отрезал... Каждый год... Поздоносят... Антиреклама... Антиреклама... Тоже нужна нам... Тоже нам нужна антиреклама... Чтоб знали... У кого покупать... Вот... А то... Реклама бешеная... Я накололся... Чернобаев... Боддор... Сам заказывал... Видимо... Потом уже адресов... Тоже накололся... Вот... Какие дела... Так... Ладно... Яблони... Мы сегодня пропускаем... Следующее дерево... Крушами... Они отошли... А что здесь делать... Тут такие малюхонькие... Вот... Это сохранились подвойные... Видите... Вот... 30 лет назад... Я... Привал... Довольно высоко... Подвойные гроши... Дали ветки... Вот они... И... Заблодоносили... Вот... Это та же... Усурийка... Только я теперь не узнать... И еще знаете... Что интересно... Уже говорил раз... Ну ничего... Повторюсь... Тоже... Усурийская... Узнаете... Форма... Ой... Усурийская... Тоже... Смоленская... Крупная... Вот... Тоже давил ее... Видите... Сколько я давил... Чтобы они пользовались... Потом приезжает ко мне... Человек... Авторитетнейший... И... Пробует... А... Она... Ничего... Говорит... Тогда я... Ему... Вполне... Удобная... Почему? Та... Она же... Удобная... А здесь... Удобная... Объясняю... Ее сделают... Удобные... Соседи... Влияние... Слычайшие... Груши... Теперь... Я иду вас знакомить... Ради этого... Затеял... Потому что... Нарядных фильмов... Уже нету... Лада... Уже нету... Зато... У меня есть... Еще... Нужно... Прожую... Еще... У меня есть... Среднерусская... Висит на дереве... Вот... 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 Видите... Там... Еще... Наверное... С ведеркой висит... Ну... И... Повальнику падает... Вот... Сейчас... Я буду собирать... Потрясу дерево... Вон она... Смотрите... Там прилично... Еще... Это чисто осенний сорт... Очень важный сорт... Скажу несколько слов о нем... Раздобыл я одно из первых... Вот... Это даже не... Маточное дерево... Маточное дерево... На острове сгорело... В огне... Когда подожгли мой сад... А... Успел кое-что перенести сюда... Вот... Пожалуйста... Это... Одна из сладчайших груш... Хотя... Она осенняя... Вот... Очень крупная... Как бы... Чтоб вы разглядели ее... Сейчас... Надо как-то ее... Потрясти... Вот... Так... Чтобы вот эта ветка тряслась... С... С... Осенней... Да... Жалко не достать... А... Показать истинный размер... Вполне приглядел там грушу... Грамм 250... Вон она... Ладно... Полюбовались... Что дальше о ней сказать... Когда-то она была очень распространена в Европейской России... Название среднерусское закрепилось... Потому что... Это была просто замечательная груша... Специального названия не имела... И появилось народное название... Среднерусское... Ну-ка может подпрыгну... Опа... Опа... Но это не самое крупное... А почему я должен... Отрывать... Калечье плодушку... Когда я могу поднять с земли... То что недавно упало... Вот... Ну например вот такую... Итак... Была распространена довольно... Но пришли новые времена... Пришли новые журналы, газеты... Вот... Которые были пропитаны ядом и ненавистью грушам... Вот... То есть... Груши оказались неправильны... И надо было их исправлять... И наисправляли... Уничтожили как класс... Больше всех пострадала среднерусская... Потому что... Она... Была... Наоборот... Сильно распространена... Теперь... Рассказываю как анекдот... Приезжает ко мне Туршун по лодушкамилу... И привозит аспиранта... Из... Парнурского института... Парнурского... Имени Лисовенко... Что вы думаете... Вожу по саду... Ну пораньше... Когда... Груш было немерено больше... Помните... Вот этот страшный мороз... Поздний... Мороз... Заморозок... Когда уже листики появлялись... И по всей России... Ударил этот самый... Понижение... Многие регионы остались вообще без рожая... А многие без деревьев... А здесь... В этом году... Ну здесь было их немерено... Но это у меня... А по округе их довольно мало... И на рынке... Мало торгуют... Не саженцами... А плодами... Я всегда гордился... Сайногорским рынком... А когда... Турсун... Года три назад... Привозил у меня... Целый настоящий фильм... Про него... Где я представлял гостей... Вот... У него довольно странная фамилия... Которую я так и не смог... Не расслышать... Не запомнить... У аспиранта... И в разговоре выяснилось... Фильм есть... Я ничего не выдумываю... Значит... В разговоре выяснилось... Что... Он занимается грушами... Когда я ему рассказал... Что у меня есть... Нарядные... Фильмова... Вот... Вот там она... Вот... И вот она... Жалко... Я уже плодами угасить не могу... А нарядные фильмы... Вроде бы осенние... Но уже закончились... Вот... Среднерусская... Осенний Яковлев... Память Яковлева... Вот... Лесная красавица... Гигант Подмосковья... Лютневая... Вот... Лекарская... Осенне Московская... Ну я... Перечислил так... Десяток... Вот... Аспират смотрел на меня... И хлопал глазами... Вот эти слова... Я заполнен на всю жизнь... У нас нет таких груш... И он добавил фразу... Которая... Не красит... Ни его... Нет... Он ни в чем не виноват... Не зря же приехал... Значит... О чем-то это... Думал... Когда ко мне ехал... Вот... Я никогда не слышал... Ни одного названия... Из этих десяти сортов... Вот так друзья... И вот она Сибирь... А в Сибири есть два места... Алтай... Хакасия... Юг Краснодарского края... По другому... Алтай и... А... То что мы называем... Минусинская котловина... Где груши должны расти в каждом саду... Не болеть... Если их не калечить... Вот... Я все два рассказывал... Все это заснято... Как принято говорить... На пленку... Хотя пленки уже нет... Такое... Понятие... И... Ничего... Он исчез в моей жизни... Так же как появился... Значит... Продолжать это... Некому... Сергей Железов груши... Продает... Вот... В качестве саженцев... Но это такой мизер... Вот... И та же история... Которая... Недавно... Третий раз рассказывал... Приходит... Родственник... Большой... Специалист... С секатором... Своей... Ну... То ли она ему сестра... То ли она ему... Тетка... Вот... И давай резать... А она говорит... Не смейте... Железов Сергей... Это мой сын... Сказал... Не подходите... Я вот саженцы как раз... Накануне... Посадил... А уже... А еще лето... Не закончилось... А он приехал резать... А дальше... Скандал... Швырнул... Секатор... Ноги моей не будет... Вот... Это современный уровень... Итак... Я вас знакомлю... Предпоследний... Есть еще декарская... На ней еще плоды висят... И осенняя московская... Но это... В другом месте... Вон туда надо идти... Вот... Но я может отдельный фильм потом сниму... А главное... Ради чего я вас привел... Чтобы сказать... Да... Существует... Среднерусская... В единицах экземплярах... Если... Специалист по грушам... Который занимается этим... Профессиональный аспирант... Не слышал... Не то что не занимается... Не слышал эти названия... Значит... Приехали... Вот... Наша песня хороша... Начинать сначала... Вот... Ну а я сейчас... Знаете что сделаю? У меня... Уже нет сил здоровья... Ставить стремянку... И собирать по одной... А нет... Еще приедут гости... Хотел сказать... Сейчас... Подшибаю их... Вот... Нет... Подожду... Приедут гости... Приедут с... Авакана... Так... Навязал им 4 персика... А я всегда приезжать... Надо угощать... А этим я еще не угощал... И когда я их угощу... Среднерусская... Она вкуснейшая... Они спросят Сергея... А у вас Среднерусская есть? Третья... Третья... Третья...